Девчонки, всем привет! Это моя вторая часть видео о фаворитах 2016 года. Как вы уже поняли, разделила на две части, потому что получается очень много. Ну что, девочки, интересно узнать, какие у меня были фавориты в уходе за лицом. Тогда я вас приглашаю, конечно же, к просмотру и начнем. Так, ну что, начнем. Начну с того, что у меня в 2016 году, наверное, было какие-то повторения. Я долго думала, на самом деле, какие фавориты показать в уходе за лицом за 2016 год, потому что много чего пробовала и были такие продукты, которые не очень впечатлили, а были те, которые я даже протублировала. Начну, наверное, я с очищения, что мне понравилось в 2016 году, и постепенно перейдем к каким-то маскам и кремам. Первое, что я покупала дважды в 2016 году, это гель для умывания от аптечной фирмы Aven. Эта их серия Клинанса, она предназначена для проблемной кожи, для борьбы с высыпаниями. Тут у меня уже подстерлась. Могу сказать одно, то что этот гель очень хорошо промывает вашу, промывает, очень хорошо смывает с вашей кожи лица и шеи, декольте, всю грязь, которую вы за весь день насобирали. Хорошо пенится, но он сушит кожу. Это его, конечно же, минус. Он предотвращает появление прыщей, предотвращая тем, что он очень хорошо промывает. То есть, действительно, ощущение чистоты после использования данного геля для лица присутствует. Мне нравится его одушка. Несмотря на то, что он такой жидкий, его хватает достаточно надолго. Могу сказать, что вот этим я пользуюсь, наверное, с октября месяца. То есть, сегодня на дворе январь, октябрь, ноябрь, декабрь и 4 месяца. Вот это за 4 месяца использования. Сами думайте сами, решайте сами. Тут его 300 мл. И думаю, что мне его еще хватит и на зиму, и на весну. Достаточно очень хорошее средство. Конечно, это не бюджетная косметика, но это стоящая косметика. Могу вам сказать честно, если у вас присутствует проблема высыпаний, я думаю, вам стоит присмотреться вообще к аптечной серии. Она действительно работает с термальными водами. Здесь присутствует термальная вода, допустим, вот этой фирмы Aven. И мне очень сильно нравится эта серия. Очень сильно. И я еще раз говорю, что это моя вторая упаковочка за 2016 год. А это на самом деле очень большой показатель, когда в таком огромном количестве выборе, в котором присутствуем мы сейчас, мы повторяем какое-то средство снова. Следующее средство, которое ко мне попалось в руки в конце уже 2016 года, но это средство меня сразило тем, как оно смывает макияж. Это средство от фирмы Eva Esthetic. Это средство мусс для умывания, для сухой и чувствительной кожи, мягкое очищение, удаление макияжа, плюс комфорт, активные ингредиенты. У нас облепиховое масло и витамины А и Е. Девочки, это действительно вот такой, знаете, мусс в тюбике. Да, тут такая неказистая упаковочка идет, такая дешевенькая, но сам мусс, он у меня не вызвал ни раздражения, ни сухости, ни жжения, ничего. Замечательно и мягко убирает макияж с лица. Я давно уже просто не покупала себе мицеллярку от Гарниер, и макияж с глаз, вот, допустим, термальной водички от Aven я не могу снимать. А вот эта штучка очень хорошо смывает макияж. Мне очень сильно понравилось. Выглядит оно вот так вот. Конечно же, при какой-то возможности я его подкуплю. Снимаю вместе с Кирюхой, так что задний фон у меня музыка Кирюха. Извините, девчонки. Очень хорошее средство, здесь его 100 мл, мне его хватило где-то на месяца, наверное, 2, могу честно сказать. То есть я когда, я макияж делаю не каждый день, но в те дни, когда я делала макияж, оно меня выручало, очень сильно понравилось. Имеет, кстати, такой достаточно очень приятный мыльный аромат, очень понравилось. Оно не пенится, это, знаете, такой вот идет плотная пена, которая прям, она не пузырями, а вот прям вот такая вот проникающая какая-то, ну, интересная штучка. Мне понравилось, я с удовольствием повторю еще раз. Следующие средства, это у меня будут с фруктовыми кислотами и осень, зима, весна. Часть весны для меня это... Кирюш? Осень, весна, зима для меня это время кислот. Ну, я как-то вот полюбила кислоты. Первое я хочу показать, это фирма Кора. Это единственное средство от фирмы Кора, которое мне нравится. Это их маска с фруктовыми кислотами и ксфолиант. Я уже ее открыла, просто уже добиваю эту упаковочку. Здесь осталось еще на пару применений. Это классная крем-маска, которая делает химический пилинг очень мягкий. Она убирает следы постакне, она освежает цвет лица, она возвращает кожу эластичность. Мне кажется, я могу бесконечно о ней говорить, но если у вас будет возможность, девочки, и вас позволяет бюджет, обязательно попробуйте. Если у вас есть проблемы с сухостью, с избыточным кожным салом, если у вас есть постакне, высыпание, черные точки, да и вообще, мне кажется, фруктовые кислоты, они должны присутствовать в уходе. Это прям, ну, реально классная вещь, которая, по моему мнению, она очень хорошо, по крайней мере, помогает мне. Этот тюбик я использовала вначале, я его покупила в январе 2016 года, и вот сейчас, в январе 2017 года, я его, так скажем, добью, я его допользую. Мне его хватило на год. Это очень хорошее средство, девчонки, прям вот смело могу вам рекомендовать. Следующее средство, которое мне очень понравилось, это такой, знаете, уже отшелушивающая маска на самом деле, но я ее использовала как скраб, потому что, когда мы пользуемся фруктовыми кислотами, идет естественное шелушение кожи. Но не всегда, знаете, нравится ходить такой змейкой. Именно вот эта вот маска, она, в ней присутствуют такие, знаете, мелкие-мелкие гранулы, они надо, знаете, как эксфолиант. Я вот лично ее наносила, просто распределяла по коже, такими круговыми движениями смывала, и все шелушинки уходили на раз-два, все. Кожа такая, знаете, более дышащая, приятная, эластичная, бархатная. После нее очень здорово наносить крем, мне очень понравилось. Здесь тоже у нас идет объем, по-моему, 100 миллилитров. Мне хватило на год, покупала я тоже в январе прошлого года. И я всегда кислоты себе покупаю зимой. Сейчас тоже буду, наверное, делать заказ какой-то косметики с кислотами, потому что, чтобы я знала, что на сезон мне должно хватить, на новый сезон, по крайней мере, тоже. Ну, либо в будущем году куплю, в декабре месяце. Так что смело, девчонки, могу вам рекомендовать. Могу сказать, что это не бюджетная косметика. Данная маска за 100 миллилитров, она стоит свыше тысячи. То есть, ну, это реально работающий эксфолиант, по моему мнению. Мне не нравятся вот эти огромные частички, вот эти, знаете, как вот что-то похоже на чистую линию скраб с абрикосными косточками. Для меня это слишком жестко. А вот эти вот мелкие гранулки, тут еще и кислоты присутствуют. Для меня это то, что нужно. Я долго думала покупать мне эту маску, либо эксфолиант от Clorans. И я решила себе взять вот эту. Чуть, мне кажется, они даже по цене идут где-то рядышком. Поэтому смело могу вам порекомендовать, девочки, вот эту вот серию от фирмы Uriage. Серия Hissiac. Отшелушивающая маска для смешанной жирной кожи. Она, кстати, очень хорошо матирует, если у вас жирная кожа лица. Простите, девочки. Следующее, что я хочу показать. Давайте я вам покажу вначале еще один, кстати. Скраб. Скраб-маска. И это даже, кстати, не в уходе за лицом. Это в уходе за ручками зоны декольте. Это, в общем, чистая линия. Скраб-маска фитобаня с косточками клюквы. Она выглядит вот так. Объем 75 миллилитров. Для лица я не подружилась, честно могу сказать. Лукавить не буду. Не понравилось мне вот эти вот частички. Они абсолютно такого же размера, как абрикосовые косточки. Для меня это жестко. А вот именно зону декольте и ручки мне понравилось прорабатывать этим средством, этим скрабом. Мне нравится то, что, знаете, вот оно присутствует, оно само по себе как крем с такими частичками. Сейчас вам покажу. Как крем с частичками. И, допустим, когда на ручки наносишь, просто распределяешь, смываешь, наносишь какой-то крем. Крем впитывается намного лучше. И зону декольте, когда прорабатываешь, тоже так, знаете, аккуратненько-аккуратненько, и все хорошо смывает и убирает. Очень понравилось. Тоже могу вам смело рекомендовать. А если вам нравится, допустим, чистая линия, абрикосовые косточки, вот это станет вашим еще одним фаворитом. Очень хорошая вещь за свою стоимость. Стоит что-то в мошке летать. Что-то в пределах комар. Летал комар. Что-то стоит в пределах 100 рублей. По-моему, рублей 80. Я вот за такую стоимость покупала. Девочки, присмотритесь, если вы еще не пробовали. Очень хорошая вещь. Очень достойная. Следующие маски. Это будут уже питательные маски. Первую маску вам покажу, которая мне понравилась. Но не понравилось только то, что я после нее розовенькая, как поросеночек. Но если у вас тусклый цвет лица, это ваша находка. И это от Планета Органика. Это их маска с ягодками. С пятью норвежскими ягодами. Малина, брусника, морожка, костяника и кислая смородина. У него обалденный аромат у этой маски. Мне нравится то, что кожа такая мягкая, напитанная. Потому что здесь содержится еще витамин Е. В этой маске содержится еще витамин Е. Кожа очень такая, знаете, приятная. Ну, классная. Я ее наношу. И на лицо, и на зону декольте. Очень хорошо работает. Нет ни высыпаний, ни зуда, ни жжения. Ничего. Сто процентная хорошая маска за свои 160 рублей. За такую стоимость я ее покупала. И повторюсь, если у вас тусклый цвет лица, она вам придаст такую, знаете, розовинку. Вот на мне, по крайней мере, я такая после нее розовенькая. Понравилась. И я обязательно ее повторю. Обязательно ее еще раз куплю. Очень сильно понравилось, девочки. Очень. Так, следующее, что я хочу показать, это маска от фирмы Сибирского здоровья. Питательная крем-маска для лица с норковым маслом. Она выглядит вот так вот. Абсолютно обычная упаковка, обычная шайбочка. Ее уже осталось совсем чуть-чуть. Она выглядит, ну, вот таким вот кремушком, могу вам сказать. Могу сказать одно, девочки. С приятным ароматом, классная маска. Вот классная маска, которая питает вашу кожу. Если вам нужно питание зимой, оно всегда необходимо. Вы ее берете и пользуетесь. Если вы знаете, девчонки, где можно купить вот эту марку в интернет-магазинах, пожалуйста, оставьте ссылки. Потому что я реально перелопатила уже весь интернет. Я ее никак нигде не могу найти. Но я бы еще себе такую купила. Потому что я ее наношу не только на лицо, не только на зону декольте. Я ее могу даже наносить на ручки. И, кстати, здесь производитель говорит то, что можно наносить даже на кожу вокруг глаз. Ну, классная вещь. Вообще, со-средство. Очень хороший состав. Мне очень сильно понравилось. Могу вам смело рекомендовать. Я ее пользовалась весь декабрь, часть ноября. И вот сейчас январь во всю пользуюсь. И понимаю прекрасно то, что в феврале у меня ее уже не будет. Потому что я ее уже в этом месяце просто добью. Очень хорошее средство. Прям очень хорошо работает. У меня после нее нет ни высыпания, ни зуда, ни жжения, ни шелушения, ничего. Вообще, очень хорошее. Следующее средство. Это от фирмы Freshline. Это вообще на самом деле это тоник. Я вам его показываю, потому что он у меня закончился. И я расскажу вам даже, как я им пользовалась. Я им пользовалась не на ватный диск. Я его чуть-чуть наливала на руку. Вот так вот делала и вбивала. Поэтому я 60 мл растянула на очень большое количество времени. Это просто увлажняющий тоник. Все. Большой он ничего не делает. Это просто увлажняющий тоник. И с ним работа любого моего крема становилась в два раза лучше. Вот честно вам могу сказать. Она выглядит такая вот упаковочка. Коверкать не буду. Читайте. Если вы еще не знакомы с компанией Freshline, я думаю, вам тоже стоит зайти в магазин. Она продается в магазине или в Гош. Просто зайдите, попросите пробник. Я думаю, вам девчонки дадут. И вам тоже она понравится. Потому что она дорогая косметика. Вот эта вот малюшечка в 60 мл стоит что-то 400 рублей. Дорого на самом деле. Но вот если пользоваться так, как пишет производитель, наливать на ватный диск, она еще быстрее расходится. А если вот тоником пользовалась так, как пользовалась я, вам хватит его надолго. Мне на самом деле понравилось. Правда. У него такой очень приятный аромат. Такое, знаете, я даже не могу понять. Тут какие-то травки, огурчики, травушки, муравушки. Очень хорошее средство. Могу смело порекомендовать. Не знаю, что еще о нем сказать. Просто хороший увлажняющий тоник, с которым я экономила крем. Вот так вот. Хорошее средство. Хорошая греческая косметика. Следующие два крема, которых я вам покажу. Которые у меня тоже оба закончились уже. Один уже закончился, другого еще на два раза хватит. Первый крем это фирма Урияш Хисяк Мат. В общем, он у меня закончился. Я его добила. Средство, которое мне очень нравится пользоваться именно в зимний, осенний период. Очень хорошо увлажняет. Мне нравится после него кожа матовая. На него очень хорошо ложится тон в виде пудры. Кожа с ним очень хорошо себя чувствует. Нет никаких высыпаний, шелушений, жжений. Просто моя находка. Я тоже его буду заказывать. Заказываю я всегда через интернет такие средства. Потому что у нас в городе просто марка Хисяк нигде не представлена. И приходится вот так вот как-то выкручиваться. Это не бюджетный крем. Но мне нравится то, что с ним я нормализовала работу своих пор. То есть у меня стало меньше высыпаний. Мне нравится то, что моя кожа такая, знаете, с ним более увлажненная. Ну, очень сильно нравится это средство. Правда. Вот средство, которое меня спасло от высыпаний и забитых пор. Единственный крем, который мне подходит. Все. Больше пока кремов я не встретила. И следующее средство, которое я пользуюсь всегда днем, когда идем с Кириллом гулять. Это тоже Хисяк. Здесь его 50 мл. Здесь, кстати, 40 мл. Его мне хватает где-то буквально на месяца 2. Вот этого кремчика 40 мл. А если я им пользуюсь и утром, и вечером, тогда мне и на полтора месяца его не хватит. Он такой выглядит, как эмульсия зеленая. Следующее средство. Это у нас уже идет СПФ 30. Это крем белого цвета. Сейчас вам чуть-чуть покажу его. У меня тут он выглядит вот так вот, как лосьончик. Видите, какой он? Буквально горошины. Мне вот такой вот горошины хватает распределить на все лицо. Мне нравится тем, что после него, вот он такой жирноватый, на самом деле жирноватый. После него, если у вас кожа сухая, замечательно ложится тон. Если у вас есть какие-то шелушинки, его можно нанести, распределить. И дальше наносить косметику. Очень хорошо лягет. После него нет высыпаний, хотя это солнцезащитная линия. А солнцезащитная линия, она всегда склонна к тому, что могут быть какие-то подкожники. Вот с этой линейкой я этого не заметила. Мне очень понравилось. Я его тоже допользуюсь и обязательно повторю. Очень хорошее средство. Очень вам рекомендуют. Тоже не бюджетно, но стоит своих денег. Вот так вот он выглядит. Вот он у меня, кстати. Его надо распределять, распределять. Если нанести много, конечно же, будет вот эта вот белая пленка. А если найти золотую середину, сколько вам нужно на лицо и зону декольте, не будет никакой ни пленки, ни жирного блина, ничего. Если переусердствуете с количеством, будет жирная пленка. Не переусердствуйте, будет все замечательно. Так что вот так вот. Больше о нем ничего не могу сказать. Очень хорошее средство, которое поддерживает состояние кожи. Очень хорошее. Следующее, это вот все. Это вот кульминация. Это последнее средство, которое я хочу вам показать. Это средство для губ от Ифраше. Это единственное средство. Единственная гигиеническая помада. Бальзам для губ, которая мне очень нравится, как она работает. Это с макадамия орехом. Его здесь очень много, девчонки. Представляете, какой карандаш еще. Мне его хватит на очень много. И когда у меня губы сухие, я его смело могу наносить. Если, допустим, к примеру, я пользовалась карандашом Эссенс. И после него у меня всегда кожа губ сохнет. Я просто его вечером и утром, в какой-то период времени наношу. И кожа опять очень хорошо выглядит. Антика более облажненная, напитанная. Действительно, бальзам, который работает на то, чтобы восстановить вашу кожу. Губ не то, что просто, знаете, косметически разгладила морщинка. А именно, убирает эту сухость. Убирает все, что портило ваши губы. Ну, реально, очень хорошее средство, которое мне нравится. Я не знаю, что еще о нем сказать. Хорошая гигиеничка. Обязательно попробуйте. Стоит оно что-то в Уфраше, по-моему, рублей 130. По-моему, у него цена такая. Так что вот так вот. Ну что, девочки, это были все мои фавориты в уходе за лицом. Если вам понравилось это видео, тогда, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на меня, чтобы не пропустить новое видео. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграм. Я вас тоже там буду всегда рада видеть. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.